Как мы будем с этим бороться? Смотрите. Чтобы не делать много рекурсивных вызовов, давайте сохранять значения уже вычисленные и не вычисляйте по второму разу. Для этого давайте заведем структуру, которая будет хранить уже вычисленные значения. Проще всего это сделать с пользой санертной мэпой. Делаем мэп из интегер в интегер. Назовем его... так, поимпортим. Назовем его cache. Инициализируем его пустой интерхэш таблицей. В Java есть два основных типа мэпов. Это хэш-мэп и три-мэп. То есть хэш-мэп на основе хэш-таблиц, три-мэп на основе деревьев. В нашем случае мы используем хэш-мэп, потом попробуем делать то же самое на три-мэпе. Ну, отлично. Теперь у нас есть cache, давайте его использовать. Как мы это будем делать? Смотрите. Вот здесь посмотрим. Если нужное значение уже посчитано, то есть у нас в кэше есть значение с ключом N, то вернем это значение. Если же еще не посчитано, то давайте его посчитаем. После этого, когда мы его посчитали, сохраним его в кэше. И уже после этого вернем. Давайте посмотрим, как изменилось время работы программы после этих нововведений. Видим, что время изменилось радикально. То есть как бы программа всегда исполняется меньше, чем... Так, ну давайте посмотрим, как изменилось время работы нашей программы после того, как мы добавили к ней cache. Давайте запустим. Вот видим, что все 100 чисел Fibonacci посчитались моментально. При этом время работы на каждом из чисел не превышало миллисекунды. Единственная проблема, что некоторые числа вот сейчас у нас, видите, отрицательные. Это не происходит из-за того, что у нас не переполнился целый тип. А именно, мы используем тип int. А числа Fibonacci, которые мы выводим, они больше, чем максимальное значение этого типа. В Java, когда целый тип переполняется, ничего страшного не происходит. Просто у вас теряется старший бит у числа. Соответственно, число может стать отрицательным. Например, как стало вот здесь. Чтобы этого не было, давайте заменим int на long. Long — это чуть побольше тип. Это 64-битный тип. Соответственно, в него будет влезать чуть побольше данных. Давайте заменим здесь, здесь. и здесь. Запустим еще раз. Вот видно, числа стали большие. Проверим, что они все еще правильные. 1, 2, 2, 3, 5. Все правильно. Мы видим, что начиная с comment даже long переполняется. То есть вот начиная с 93-го числа и даже в long число не влезает. Если мы хотим посчитать число Fibonacci, которое не влезает в long, нам нужно использовать длинную арифметику. То есть числа, которые хранятся в таком массиве. В Java есть стандартный тип, который это делает. Он называется biginteger. Давайте его попробуем использовать. Fibonacci тоже будет возвращать biginteger. Fibonacci. Вот чтобы целое число привести к BDSM, можно сделать вывод. biginteger. If нужно просуммировать два числа, для этого есть метод add. И long, это тоже будет biginteger. Ну вот все, у нас все исправили. Давайте запустим. Вот у нас посчитались огромные числа Fibonacci. Вот видите, числа, которые не влезают даже в long. Теперь давайте для удобства уберем наш цикл, вот этот снаружи. И вызовем один раз у нас от какой-нибудь большого числа, например, от числа тысячи. Прекрасное тысячное число Fibonacci. Она не влезает даже в строчку. Ну что, смотрите, мы посчитали тысячное число Fibonacci за 6 миллисекунд. Это уже неплохо. Давайте посчитаем, например, десятитысячное. Тут уже переполняется стэк Java. Происходит из-за того, что мы делаем слишком много рекурсивных вызовов. А стэк в Java довольно ограничен. Есть два способа бороться с этой проблемой. Смотрите. Во-первых, можно дать программе больше памяти под стэк. Для этого нужно пойти в настройки запуска и передать виртуальной машине параметр xss и количество необходимой памяти. Сейчас мы выдали под стэк 1024 мегабайта памяти. Этого должно хватить. Ну да, вот. Десятитысячное число Fibonacci легко посчиталось за 37 миллисекунд. А стотысячное... Стотысячное посчиталось примерно за секунду. Другой способ бороться с этой проблемой это уменьшить число рекурсивных вызовов. Смотрите, давайте я откачу обратно параметр. Вот здесь отсюда его уберу. Теперь у нас опять мало стэка. Давайте проверим, что у нас ничего не работает. Да, ничего не работает. А теперь вместо того, чтобы вычислять числа по началу больших к меньшим, здесь мы ссылаемся на меньшее число, мы будем сначала вычислять меньшее, а потом большее. Как мы это сделаем? Смотрите. Ну смотрите. Давайте вот здесь. Вот если нашего числа не было в кэше, посчитаем все меньшие числа от меньших к большей. Давайте первые два числа уже вычисляются ифом. Давайте начиная со второго, допустим, до н-ного. Вот. Получим... Так, что мы получим? Возьмем и минус первое число, сложим с и минус вторым, и положим это по адресу i. В конце вернем значение... Давайте проверим. Ну вот, смотрите. У нас посчиталось статичное число Fibonacci примерно за секунду, при этом у нас нет переполнения стека, и все хорошо.